Начался новый учебный год. По традиции в сентябре детская художественная школа открывает выставочный сезон. В этот раз ребятам предложили изобразить становление российской государственности. Такая тема была выбрана не случайно. Педагоги ссылаются на то, что 2012 год богат на исторические юбилейные даты России. Отдельный раздел выставки посвящен Отечественной войне 1812 года. Мероприятие открыли показом фильма на заданную тему, а позже всех приобщили к русскому фольклору. Прибежали две лисички, глина, хвосты и сестрички, ели понемножку деревянной ложкой. Работы представлены в самых разнообразных техниках. Здесь можно увидеть гуашь, пастель, керамику, вышивку и роспись. Софья Шершакова второй год учится в художественной школе. Эта выставка стала для нее дебютом. Юная художница призналась, что на эту работу ее вдохновили картины и литература о Древней Руси. Мне почему-то захотелось нарисовать именно про наших предков. Я порылась в литературе, посмотрела картинки какие-то. И мне, не знаю, так меня задело задуши, что захотелось. Я нарисовала, у меня неплохо получилось. Для детской художественной школы этот год начался не только новой выставкой, но и новыми победами. Одна из учениц стала лауреатом третьего международного конкурса «Вираж». А также еще три воспитанницы стали лауреатами четвертого областного конкурса «Ура-Пленер». Сегодня юные таланты с удовольствием любуются на свои работы. Очень много работ в этом году выставлено, где авторы, те ребята, которые сейчас обучаются в школе, поэтому они с волнением, воодушевлением ходят по выставке, рассматривают свои работы, делятся впечатлениями. Мы приглашаем всех жителей Полевского на нашу замечательную выставку. Будем рады их видеть. Всего на выставке представлено более 80 работ. Она продлится до 10 ноября. Все желающие смогут прийти и полюбоваться историей России глазами детей. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Новости нашего города.